Добрый вечер, уважаемые слушатели! Приветствую вас в научно-просветительском центре музея имени Михаила Булгакова. Сегодня в программе произведения Георга Фридриха Генделя и Клаудио Макдевайди. Это человек уникальной внутренней силы и убежденности. Вы можете презирать кого и что угодно, но вы бесильно противоречите Генделю. Эти слова сказаны английским писателем Бернардом Шоу не случайно. Великий Генделю, композитор которой не признавал преград на своем пути. Английские законы запрещали иностранцу писать музыку для официальных церемоний. Несмотря на это, он, отсевший в Англию милость, написал оду на день рождения королевы Англии в 1713 году. На слова английского поэта Амброза Филиппса. Первая строка Кондаты, вечность очень божественного света, дает альтернативное название всему родному произведению. Анна Стюарт – последняя зашедшая королева из рода Стюарта. И вместе с тем она первая королева Великобритании. Момент создания оды «Война за испанское наследство» была завершена и вот-вот должен был быть подписан устрецкий мир. Именно поэтому каждая страфа поэтического текста заканчивается повторением «Славящий день, когда на свет день, который дал рождение Великой Анне». Ария «Вечный источник божественного света» была исполнена 19 мая 2018 года британской певицей, сопрано, исполнительницей барочной музыки, Элли Томас на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. «Вечный источник божественного света» с удвоенной теплотой показываются лучи твои и сияют в особой славе, чтобы добавить блеска в этот день. Ария из ратории Ода на день рождения королевы Анны. «Eternal source of light divine» «Вечный источник божественного света» Даниил Кузин, тенор Альтина, Дарья Политковская, Форпегиана. АПЛОДИСМЕНТА 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 Звучит музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok Один из центральных догматов христианской веры заключается в том, что Бог знает, через что мы проходим, потому что сам прошел этот путь. Никакая скорбь не может быть слишком тяжелой для Господа, поэтому он способен утешить так, как никто другой. В этом строке речитатива «Поношение сокрушило сердце его, и он измемок, ждал сострадания, но не было утешителей, и он не нашел ни одного. В скорбными интонациями ломентами проникнуто небольшое всего 15 актов ариоза «Бихоу Дэнси». Взгляните и посмотрите, есть ли такая болезнь, как его болезнь. Ариоза отличается верическо-скорбной декламацией, приближенную к образу Плита. Оплакивание Христа или сострадание – так назывались изображения скорби Богоматери. Например, вспомним Плита – одну из самых ранних работ известного художника эпохи Возрождения, скульптора Микланджена Бонаротти. В речитативх его скаталов он был оторгнут от земли живых за преступление народа твоего, он претерпел казнь. Хочется трактовать, для того, чтобы его трактовать, лучше привести толкование одного из отцов церкви, святителя Афанасия Великого, на книгу пророка Исаии. Он распят, имея свидетелями солнца, тварь, не приводящих его на смерть. И смерть его совершила спасение всех, и скуплена вся тварь. Он несет общая всех жизнь и воскупительную жертву на спасение всех, как Овча предал на смерть тело свое, хотя и не веру тому иудею. Эти строки возвращают нас к образу невинного Афанаса, который несет наказание за грехи людей, точно так же, как предхозаветные жертвы Афанаса. Ария «Вадзау ридно в лифхисоу и хэл», но ты не оставил душу его в Аде, это надежда на обретение вечного спасения. Можно предположить, что в выразительных и строгих интонациях композитор запечатлел полчеловека от темных страстей к возвышению. А компонент будто бы изображается ты метущегося, ищущего, совершающего ошибки человека, который все же находит истину и вместе с ним надежда на спасение. Но ты не оставил души его в Аде, не дался пунктам увидеть плену. Максим Мистеттенов, Анастасия Соколова, Оргиганин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 He was cut off out of the land for the living All the transgressions of thy people was he stricken He was cut off out of the land for the living But thou didst not leave his soul in hell But thou didst not leave his soul in hell But thou didst not leave his soul in hell Thou didst not leave his soul in hell But didst thou self call thy holy one To seek corruption Not didst thou suffer thy holy one To seek corruption Not didst thou suffer thy holy one My holy one My holy one To seek corruption Not didst thou suffer thy holy one Not didst thou suffer thy holy one To seek corruption Аплодисмент Аплодисмент воздаст им должное наказание, и Господь поругается им, уничижит, возненавидит их и возгнушается от них. Посмеется, сказанное вместо возненавидит и отвратится. Тот, кто выше этих замышляющих, посмеется или явит смешными замыслами их, так как они предпринимают неразумное. Ибо смех есть дыхание, выпускаемое через ноздри, уничижение высокомудрствующих о себе. Говорится это с особенной настойчивостью, чтобы сильнее выразить справедливость о смене. И не только это испытает, а и мной подвергнутся их милу. На последней странице рукописи композитор написал на латыни «Соль де оглория», что значит «Единому Богу славы». Говорят, когда Гендель писал «Мессию», его час оставали плачущим за столом, насколько композитор очаровывал музыку, выходящую из-под двух пера. Не случайно заключительному хоровому номеру второй части, который наверняка вы все знаете, может быть, слышали «Аллилуйя» пришествует подвижная, утверждающая божественную справедливость Ария Тенера. «За от шайл бэйхзэн» — ты поразивших их. Ты поразивших жезлом железным, сокрушивших, как сосуд варшечен. Ариоза «Their sound is gone out» — «Вовсю землю из-за девищания» — это текст 18-го псалмана, который многим из нас знаком, потому что звучит в проекте мне апостолов и некоторым святым на литургии. «Вовсю землю из-за девищания» — «У конца вселенная» — глаголы дня. Вдруг из современия Гендеря, ветератор и музыковед Чарльз Бёрн писал, «Гендер был крупным, плотным и тяжело передвигающимся человеком. Выражение лица его было обычно угрюмым, но когда он улыбался, он был похож на пробившийся сквозь черные тучи луч, и весь облик его становился полным радости, достоинства и духовного величия. Этот луч и сегодня освещает и будет освещать всю нашу жизнь. Макс Румский-Теллер, Анастасия Соколоновна-Фортигалла Анастасия Соколонов Анастасия Соколонов Анастасия Соколонов Анастасия Соколонов Анастасия Соколонов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ораторию Генделя «Веселый, задумчивый и умеренный» условно можно назвать «О радости, печали и мудрости», так как эти определения вполне раскрывают содержание произведений. В первой две части оратории написано текст английского поэта Джона Миллера, заглавленных «Веселый и задумчивый». В них воспеваются два противоположных мировосприятия – жизнерадостное и меланхолическое. Музыка двух первых частей оратории полна контрастов. Радость противостоит печали. Она порывиста, насмешлива. Печаль же полна покоя и тихий голос. Отсюда различные музыкальные решения этих образов. Быстрые танцевальные темпы, пунктирные ритмы – это радость. Спокойная элитическая мелодика – это печаль. Все в мире закономерно, радость без печальному существу, как неизменно утро смеет ночь. Георг Фрид Регендер – дуэт из оратории «Веселый, задумчивый и умеренный». «A still the moon upon the night» – как утро одолевает ночь. Как утро одолевает ночь и выставляет тени растаять, так правда растворяет очарование фантазии. И поднимающийся разум обращает в бегство пары, которые занимали голову, восстанавливая день рассудка. Ксения Регидева-Сопрано, Макс Рунский-Темер, Анастасия Соколова-Форфигиана. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Даниил Кузин Дмитрий Долгоповов Дмитрий Черкашев Дмитрий Черкашев Дмитрий Черкашев Дмитрий Черкашев Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Черкашев 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Воротись обратно, чтобы устремиться к той, что оставило ради тебя Отечество и Царство И которая на этом берегу станет пищей для жестоких, безжалостных зверей, оставит им свои голые кости О, Тесей мой, Тесей, если бы ты знал, о, Боже, если бы ты знал, как страдает бедная Ариадна, возможно, бы раскаялся и направил бы свое судно обратно к берегу Субтитры подогнал «Симон» А я здесь плачу Для тебя готовят Афины радостные высокие церемонии, а я остаюсь пищей для животных на этом пустынном берегу Ты одного и второго твоих старых родителей радостно обнимешь А я больше никогда не увижу О, матерь, о, отца О, матерь, о, отца О, тесия, 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 о, тесия Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ах, что же он мне отвечает? Ах, он более змеи глух к моим рыданиям. О тучи, о вихри, о ветры! Погрузите вы его внутрь этой волны. Поспешите, касатки и киты, И нечистыми его членами Заполните бездны глубокие. Что говорю я, что восклицаю безумно? Несчастный я, о горе мне, чего я прошу? О ты, сын мой, о ты, сын, не я это, не я, Не я та, которая эти ранящие слова выпустила. Говорила тревога моя, говорила боль, Говорил язык, но не сердце. Звучит на славис. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok